сегодняшняя тема нашего урока первые путешественники в космос что мы будем делать сегодня первое использовать глаголы которые указывают на завершенность действия его результат конец действия или его начало и уметь создавать высказывание откройте ваши рабочие тетради и запишите сегодняшнюю тему прочитайте вместе со мной текст белка и стрелка 19 августа 1960 года с космодрома байкуны стартовал космический корабль восток на борту этого корабля были собаки белка и стрелка они были первыми четыренногими космонавтами которые облетели вокруг земли и вернулись в этом тексте мы должны найти глаголы совершенного вида давайте вспомним что такое глаголы совершенного вида глаголы совершенного вида обозначают завершенные доведенные до результата действий например вышел построил влюбился продумать глаголы совершенного вида отвечает на вопросы что сделал и что делал обратите внимание на слова в тексте которые указывают на завершенность действия давайте проверим у нас есть три глагола первое стартовал отвечает на вопрос что делал второе облетели отвечает на вопрос что сделали и напоследок вернулись отвечает на вопрос что сделали мы с вами должны создавать высказывание что такое высказывание высказывание это высказанное мнение суждений давайте прослушаем текст урок номер 55 космонавт надевает особый космический костюм это скафандр он защищает космонавта в космосе человек и окружающие предметы теряют вес это состояние называется невесомостью планеты спутники космические корабли имеют свой путь этот путь орбита в космосе есть космический дом где работают космонавты это орбитальная станция в тексте вы видите выделенные слова такие как скафандр невесомостью и орбитом вы должны составить высказывание с этими словами посмотрите примеры высказывания также есть водолазные скафандры все орбиты имеют круглую форму все тела в космосе находятся в невесомости орбита это будет движение небесного тела невесомость это состояние свободного падения скафандры изолируют людей от внешнего мира я уверена что вы составили свои высказывания чтобы получить дополнительную информацию о первых путешественников космос посмотрим следующий видеоролик белку и стрелку как и остальных собак космонавтов подобрали на улице в москве отбор был жесткий вес до пяти килограммов характер покладистый никаких признаков породы еще до начала эксперимента ученые пришли к выводу дворняги более выносливы и умны брали только девочек на них было проще шить скафандры к полету готовили как настоящих космонавтов и в центрифуге и в барокамере и в сурдокамере чтобы не боялись замкнутого пространства их приучали носить датчики и шлемы есть из автоматических кормушек подготовка шла в москве в обстановке полной секретности но на космодром собаки летели обычными самолетами в аэропортах на будущих космонавтов показывали пальцем ну естественно что нельзя было сказать что собака летит в космос во первых потому что это была военная тайна если бы я сказал но все равно бы никто не поверил первыми в космос отправили чайку и лисичку любимицу главного конструктора сергея королева но через 19 секунд после старта корабль взорвался спустя месяц полетели белка и стрелка легендарный запуск состоялся 19 августа 1960 года они провели на орбите сутки сделали 18 витков вокруг планеты на землю собаки спустились в капсуле на парашюте руководители эксперимента с замиранием сердца бросились к аппарату космонавты были живы страна встречала героев на тверской улице по которой белку и стрелку везли на пресс-конференцию собрались толпы не прошло и полгода как стрелка обзавелась потомством щенками знаменитой мамаши заинтересовались в америке к директору института авиационной медицины где жили собаки пришли люди слубянки но у него значит сразу кровяное давление скачет союз вспоминает всю свою жизнь что он там сделал такое к чему могли бы предсказать смогут быть прикинула но приводит только в этот кабинет где езов был деберия был когда-то и вот такая задача заключается в том чтобы собаку чтобы подарить гадя одного из щенков этой самой собачьей который стал щенок стал любимцем жены президента америки жаклин кеннеди после белки и стрелки в космос запустили еще четырех собак две погибли отправлять человека было еще опасно потом два подряд успешных старта чернушка и звездочка вернулись живыми и невредимыми всего через три недели после них звездное небо взмыл юрий гагарин однажды он пошутил так и не пойму кто я первый человек полетевший в космос или последняя собака олег крупным наталья мальцева первый канал домашние задания изучите биографии следующих космонавтов юрий гагарин и доктор албакиров на этом наш урок подошел концу спасибо за внимание